Вот здесь, в Каракумах, он собрался с духом, разбежался и перемахнул Каспий. Приземлился он у подножия Кавказа, там, где лежит Дагестан. Джин-великан огляделся и не поверил своим глазам. Тут все иначе, и зеленые склоны, и виноградники, и цветущие луга, и тучные пастбища. Джин отдышался, вытряхнул из обуви песок и исчез. А песок остался. Джин, конечно, из легенды, но бархан Сарыкум — реальность, природный феномен. Величайшая сыпучая гора с колеблющимся гребнем. Три километра шириной, десять длиной, высота от основания более двухсот метров. А вот и его разгадка. Хозяйничают здесь ветры. Одни дуют с моря, другие — с гор, третий — вдоль речных долин. Веками горные породы выветривались. Песчинки скапливались, образуя единый массив — островок пустыни. Когда замирает горячее дыхание Сарыкума, сразу видно пустыня непуста. Куст Тамариска. Сегодня выдует корни, завтра сверху засыпет, но приспособились, поживают. Овсенец, джузгун, полынь песчаная — всего в этом месте нашли свыше 170 видов. Пугливые следы, быть может, побег, быть может, погоня. Пустыня непуста. Ушастая круглоголовка готовится к атаке. Чтобы выжить здесь, надо уметь быстро бегать, рыть норки, прятаться на голом месте. Влаги мало, пищи мало, а врагов хватает. Редкие кадры — красные утки. Эти птицы занесены в красную книгу. Бархан Сарыкум у подножья гор — настоящий музей древней флоры. А люди не только разгадали тайны Бархана, но и взялись его охранять, как уникальный памятник природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова